Всем привет! Наконец-то закончилась новогодняя суета, прошли вот эти все праздники, да, и сейчас многие приступают, так сказать, к работе. В Китае только начинается китайский Новый год, поэтому мы только сейчас как бы прекращаем работу, прекращаем прием заказа, поэтому появилось чуть больше свободного времени и решил записать наконец-то уже догважданный контентик для вас, да, что-то интересное, возможно, даже для кого-то. Сегодня полностью видеоролик будет посвящен бренду Salomon, да, это один из вообще моих самых любимых брендов, бренд, который любят люди, которые как-то активно проводят, так сказать, свое свободное время, возможно, там отдыхают на природе, занимаются спортом и так далее. И также любители Горбкопа, приветствую вас, сегодня видосик прям идеально подойдет для вас, потому что сегодня бренд, на котором я считаю, что строится вообще весь этот стиль, да, то есть Горбкоп – это в первую очередь кроссовочки Salomon, а какие еще? И я сам тоже активно пользуюсь продукцией, так сказать, данного бренда, поэтому решил поведать вообще вам про качество данного бренда, про кроссовочки, про мой опыт взаимодействия с данным брендом и рассказать вообще вам про бренд. Также в этом видеоролике будут актуальные кроссовочки от Salomon на 2024 год, кроссовочки, которые можно заказать с Пойзона, Salomon, да, тоже. И расскажу про какие-то интересные коллаборации, вообще релизы от Salomon. Будет интересно, поэтому мы начинаем. Итак, Salomon – это французский бренд, который специализируется на производстве в основном спортивной одежды, которые, ну, одежды и кроссовок, которые предназначены для активного образа жизни, для каких-то походов, например, для спорта и так далее. Основан он был в 1947 году. Компания с самого начала своего существования занималась разработкой и производством инновационной продукции для альпинистов. Да, мы знаем много брендов, которые начинали точно так же, это и Zenord Face, и на Папире, к примеру. Все они далее ушли в производство какой-то более трендовой одежды, но также не забывали про технологичность. Сегодня Salomon широко известен не только среди каких-то спортсменов и альпинистов, но и среди обычных людей, которые любят стиль, Salomon производит прекрасные вещи, которые подходят массовой аудитории. Стильные вещи и, ну, просто стильные, удобные, инновационные вещи и кроссовочки. Также Salomon прекрасно влился в движение Горбкорп, в стиль Горбкорпа. Я попытаюсь тут раскидать фоточки с кроссовочками там и так далее, да. Кроссовки этого бренда стали просто незаменимы для любителей Горбкорпа. Salomon просто это, ну, незаменимый бренд на самом деле для многих людей, кто реально уважает свой стиль и кто любит активно проводить время. Дальше давайте рассмотрим самые популярные пары от Salomon и актуальные пары на 2024 год. Сейчас будет такая небольшая подборочка таких пар. И еще сегодня расскажу о своем опыте, так сказать, взаимодействия с данным брендом, о своих Salomon AKS Pro Advanced, о которых я до этого нигде не говорил. Я хотел снять о них отдельный видеоролик, я его обязательно сниму, просто как-то все руки не доходили. Вот, я даже начал записывать этот видеоролик, когда только купил их, потом забил, потом думаю, поношу, чтобы мнение было реально объективным. Вот сейчас оно как-то сложилось, я уже практически год владею данными кроссовками, я просто никогда их не жалел. И, блин, на самом деле, прям я их убивал по полной, но они выжили и тоже их покажу. Ну что ж, давайте перейдем к подборке кроссовочек Salomon 2024 год и коллаборациям данного бренда. Говоря о бренде Salomon, в первую очередь хочется упомянуть их самую культовую и самую популярную востребованную пару. Это Salomon XT6. Они были созданы для трейлраннинга и горных пробежек, обеспечивая отличную поддержку и сцепление на сложной местности. XT6 это эволюция классической модели Salomon XT. Вы, возможно, знаете Salomon XT4 и так далее. С добавлением новых технологий и улучшенной амортизацией. Они обладают уникальной системой шнуровки, которая называется Quick Lace, как-то примерно так, которая позволяет быстро и легко натянуть кроссовки, обеспечивая точную посадку и хорошую конкретную фиксацию стопы. Сегодня я вам покажу, кстати, как работает данная система на примере моих кроссовок, которые я упоминал до этого. Это очень удобно, так как вы легко снимаете кроссовки и легко одеваете. Вам не нужно зашнуровывать. Вам не нужно делать что-то еще. Вы просто делаете ползунком и все, ваши кроссовки надеты, ваши кроссовки зашнурованы. И кроме того, XT6 оснащены прочной подошвой Contagrip, обеспечивающей надежное сцепление с поверхностей и также обеспечивающей удобство для вашей стопы, так как она является мягкой и прекрасно амортизирует вашу ногу при ходьбе, беге и так далее. Кроссовки Salomon XT6 также отличаются стильным дизайном и широким спектром цветовых решений, что делает их привлекательным для любителей активного образа жизни и также любителей стиля, так как вы можете подобрать под свой образ разный цветовой сегмент, так сказать. Независимо от того, занимаетесь ли вы трейлайнингом, бегом в горах или просто ищете удобную и надежную обувь для повседневной носки, и кроссовки Salomon XT6 будут отличным выбором. Они подойдут для активного образа жизни, они подойдут для какого-то пассивного образа жизни, когда вам нужно просто, не знаю, прогуляться или дойти даже до работы. Эти кроссовки просто универсальны, как и многие кроссовки Salomon. Также они оснащены многими технологиями, которые облегчат вашу жизнь и просто подарят вам незабываемые эмоции от пользования кроссовками. Вы будете рады удобству, практичности и быстроте вообще использования кроссовок. На Пойзоне данная пара стоит в районе 1000-1500 юаней, то есть это примерно на наши деньги 19-20 тысяч рублей с учетом доставки до Москвы. Кстати, напомню, кто хочет заказать с Пойзона данные кроссовки или какие-то любые кроссовки, вы можете зайти в описании, там есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, где вы можете написать мне, Кирилл Дубровский, и заказать любую пару с Пойзона. Ну а мы идем дальше. Далее по списку идет предыдущая модель в линейке XT. Это Salomon XT4 OG. Это стильные и универсальные кроссовки, разработанные для экстремальных условий и длительных трейл-пробежек. Они обеспечивают надежную защиту, отличное сцепление и комфорт при активном использовании. Также они являются полностью водонепроницаемыми, как и Salomon XT6, о чем я забыл, кстати, сказать, так как Salomon XT6 на мембране Gore-Tex. Salomon 4, по-моему, идут без мембраны Gore-Tex, но тоже являются водонепроницаемыми и идеально подходят под любую погоду. Эта модель представляет собой современную интерпретацию оригинальных кроссовок Salomon XT, сочетая в себе высокую производительность и стильный дизайн. Кроссовки XT4 OG оснащены усиленной конструкцией, которая обеспечивает поддержку и защиту стопы на любой поверхности. Они также оснащены системой шнуровки Quick Lace, как и Salomon XT6, что делает их практичными, удобными и быстрыми в использовании. Также имеют прочную подошву, как и у Salomon XT6, canta grip для надежного сцепления с грунтом. Благодаря своей функциональности и стильному дизайну, кроссовки Salomon XT4 OG подходят для повседневной носки и для каких-то экстремальных условий, например, трейл раннинга или занятий спортом. В целом, Salomon XT4 – это отличный выбор для тех, кто ищет какую-то удобную обувь, но кому не понравились кроссовки Salomon XT6. Их стоимость на пользование также в районе 1000-1500 юаней, примерно выходит то же самое по цене. Цветовых решений просто куча, как у Salomon XT6, так и у Salomon XT4, так что вы точно найдете подходящий цвет для вас. Следующие кроссовки, о которых просто нельзя молчать, это Salomon Speedcross 6. В какой-то момент они стали бестселлером и героем бренда Salomon, сделавшись просто больше всего продаж. То есть, хайп по этой паре был просто, блин, неудержимым. Одновременно является одной из лучших кроссовок с супинаторами, а также лучшими кроссовками для широкой стопы, которые когда-либо вообще были у Salomon. Speedcross 6 созданы для работы на пересеченной местности и обеспечивают надежную поддержку стопы и отличное сцепление, как и предыдущие модели. То есть, вы можете здесь заметить такую небольшую закономерность, что Salomon в основном бренд, который специализируется на производстве кроссовок для какой-то вот такой вот экстремальной, так сказать, местности, и поэтому их подошва, ну, просто идеальна. И, возможно, даже какие-то кроссовки Salomon на Gore-Tex, которые подойдут на весну и осень, также подойдут и относительно на зиму, если вам нужно, ну, недолго, так сказать, пройтись по льду, потому что реально подошва у них у всех надежная и отличная. Просто, блин, до безумия. Что еще можно сказать про данные кроссовки? Это то, что я был впечатлен тем, что на подошве, так сказать, ушки расположены на большом расстоянии друг от друга, что предотвратит налипание какого-то грязи и какого-то мусора. А это значит, что за ними потребуется меньше ухода, чем за какой-то обычной спортивной обувью. Верх изготовлен из сетки, предотвращающей засорение, которая также удерживает грязь и камни, а еще и проветривает вашу ногу. Подошва оснащена технологией Energy Cal Plus от Salomon, которая обеспечивает отличную амортизацию и отдачу, так сказать, энергии, которую вы обычно не получаете от кроссовок для бега. То есть, в основном, эти кроссовки используются для бега и для пересеченной местности, для тех же целей, что и в Salomon XC6 и XC4. Бонусом является стелька из Orta Light, которая тоже в Salomon XC4 и XC6, и которая вообще, мне кажется, во всех кроссовках Salomon. Она обеспечивает еще большую поддержку и комфорт в области свода стопы и под пяткой. Также нельзя и сказать про систему шнуровки. Quick Lace, о которой я уже рассказывал, которая тоже находится у данных кроссовок, и мне кажется, что она находится вообще у всех кроссовок бренда Salomon, за что я, кстати, и люблю их, потому что, реально, эта шнуровка, это просто, ну, наверное, самое лучшее, что придумала компания Salomon. Кроссовочки эти также есть на пользу, они стоят, они в районе полторы тысячи юаней, и также доступны в многих расцветках, но в основном данные кроссовки подойдут для бегунов, так как это спортивная обувь. И последними кроссовками, о которых я хотел бы рассказать, это кроссовки, которые были непосредственно у меня, это Salomon AKS Pro Advanced. Сейчас я вам их покажу, расскажу про них уже как, так сказать, юзер, который пользовался данными кроссовками и который что-то, ну, знает о них. Что-то я пока что еще не разобрался сейчас с стабилизатором, как-то он непонятно так работает, вот эти вот движения всякие непонятные. Короче, давайте перейдем к кроссовочкам. Так, ну что ж, вот они мои старички, да, здесь, кстати, легендарные тапки Nike Offline 2.0, про которые я уже снимал обзор, да, я заказал их, наверное, одним из самых первых вообще в России, чисто случайно я их заказал. А я тогда заказывал вообще просто какую-то коробку Nike, приехали эти тапки, и в итоге, блин, они так всем зашли, их все заказывали на лето. Кстати, здесь у меня еще в коллекции Vapor Max, такие вот конкордики, об этом я еще запишу свой видеоролик, ну, вообще, кроссовках, которыми я пользуюсь на постоянке. Ну, кстати, еще Timberland, которые, как видим, вообще убиты, да, они у меня выжили целый сезон, про них тоже скоро запишу видеоролик, но сейчас нас интересует пара Salomon AKS Advanced Pro. Итак, вот эти кроссовочки, в которых я ходил, наверное, не знаю, блин, ну, чуть меньше года, и видим, в каком они сейчас состоянии, да, можем понять, что я их вообще не жалел, я их не стирал, ничего с ними не делал, я их мыл, по-моему, всего один раз, для того, чтобы вообще показать, как легко они отмываются, но больше я их не мыл, вот надо будет их к химчисточку отнести, к сожалению, не сделал это перед видеороликом, но видим, что как бы вот они белые, но все равно всю мою, так сказать, нагрузку они приняли и как-то вообще выжили, я на самом деле в шоке, как не расслоилась данная подошва, потому что хоть здесь и сетка, но я ходил в них и в дождь, и в грязь, и вообще, где я только в них не был, я ездил в них в поход, и, блин, вообще просто их не жалел. Так, давайте, короче, расскажу про них, это кроссовочки, которые я купил чуть меньше года назад, купил я их за нескромные 17 тысяч рублей примерно, и на самом деле остался доволен, покупал я их как летнюю обувь, так как увидел вот эту вот сетку, просто, смотрите, тут просто прозрачный кроссовок, и вот эту вот сеточку, подумал, что нога в них будет прекрасно дышать, что, кстати, ну так и оказалось, на самом деле нога в них просто великолепно дышит, и здесь у нас еще есть перфорация дополнительная, которая отводит всю влагу и тепло, да, из вашего кроссовка. Что я могу сказать о данных кроссовках, я могу сказать много, я запишу об этом даже отдельный видеоролик, но сейчас я вот вам покажу вообще подошву, про которую я рассказывал, да, вот можем увидеть, Contagrip подошва, как видим, здесь много всяких таких вот крылышек, так называемых, да, вот эти, кстати, штучки называются крылышками, я сам был удивлен, при подготовке к данному видеоролику я узнал это, вот, видим, просто офигительная подошва, которая не скользит вообще ни при каких обстоятельствах, и является реально надежной, также и Solomon XT4, XT6 и много других соломонов оснащены подобной подошвой, тоже Contagrip, которая, ну, просто, блин, не знаю, я считаю, что это лучшая подошва, которую я встречал когда-либо в жизни. Также здесь у нас есть из удобств, это вот такие вот два хвостика, за которые, на самом деле, сначала я захейтил, я думаю, что это за фигня, вот эти два хвостика, ну, наверное, вам тоже непривычно их видеть, как будто бы вот один всегда было привычно, но на самом деле, когда вы надеваете кроссовок и делаете это двумя руками, вы цепляетесь за эти хвостики и вам просто мега-мега-мега удобно их надевать и так далее. И также вот здесь вот есть такой вот ползночек, который я даже одной рукой могу сдвинуть, видите, для того, чтобы затянуть шнурочки у данных кроссовок и также легко растянуть. То есть, ну, просто вот эта вот шнуровка соломонов, я был в нее влюблен, вот в эту Quick Lace она называется, в эту технологию, так сказать, я просто влюбился в нее с первого взгляда. И здесь это даже продумано, то есть здесь это еще и засовывается вот так вот, вот, застегивается и становится незаметно, то есть у вас кроссовки зашнурованы и это не видно. Я думаю, что сниму о них отдельный видеоролик, в которых вообще покажу и расскажу про год использования, про них покажу, как они выглядели новые, да, сейчас я вам показываю, как они выглядят уже старые, поношенные, никому не нужные кроссовки, просто убитые в стельку, вот. Но этим мувом своим я хочу показать то, что они выдержали вообще все природные, так сказать, катаклизмы, в которых я был в них, они выдержали грязь, воду, они выдержали все. Подошва, даже нет намека на то, чтобы она расклеивалась. То есть кроссовки от соломона выполнены реально качественно. Что здесь, что здесь, да, есть, кстати, болезнь у МКК, вот этот язычок у них отклеивается. У этих кроссовок, ну, вообще проблем с этим нет, и самое главное, нигде не торчит клей. Вот, я их вообще не жалел, поэтому, ребят, смело покупайте кроссовки от соломона, сделаны реально с качеством, и эти кроссовки стоят своих денег. Я, как человек, который пользовался ими, могу это точно сказать. Соломон АКС Про представлен в многих цветовых вариациях. Сейчас вы видите там фоточки, там и так далее, данных кроссовочек, вот, и цветов, которые есть. Также там есть немало коллабораций с различными брендами. Например, самое нашумевшее, мне кажется, это коллаборация с Мейсом Ржелло. Я пипец хочу себе эти кроссовки, поэтому, если вы хотите сделать мне подарок, то эти кроссовки будут идеальным подарочком. Вот, здесь вы тоже видите фоточки, картиночки. Стоят кроссовки в коллаборации с Мейсом Ржелло, по-моему, в районе 20-30 тысяч рублей. Сами Соломон АКС Про, АКС Про Адвансы, там и так далее, то есть много всяких разных вариаций данных кроссовок, плюс-минус, которые одинаковые, они стоят в районе 15-20 тысяч рублей. Лично я считаю, что Соломон АКС Про Адвансы, это вообще лучшие кроссовки от Соломона, так как они реально мне понравились очень сильно, я их купил, захотел. Я покупаю очень мало кроссовок, мне очень мало кроссовок нравятся, но именно эти я купил и ни капли не пожалел. Поэтому, ребятки, рассмотрите их к покупочке, это лично мое мнение, лично моя рекомендация. Примерно такой получился видеоролик. Ребятки, я попытался рассказать вам что-то о бренде Соломон какие-то, да, такое небольшое внедрение в данный бренд, рассказать вам про основные пары, которые выпускал этот бренд. Так как видос получился и так длинным, я решил не расширять его еще большей какой-то информацией. Так что, если как бы понравится вам эта тема, то запишу еще топ актуальных кроссовочек на 2024 год от Соломона непосредственно, да. Также напомню, что я занимаюсь доставкой с Позина, могу привезти вам любые кроссовочки с Позина, из Китая там, или откуда-то еще, да, так что все ссылочки в описании, подписывайтесь на мою группу Лука, пишите мне, заказывайте кроссовочки, и конечно же ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал, чтобы выходило больше видосиков, и у меня было больше мотивации выкладывать их. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok